привет ребятушки шапку поправлю я уже бегу из пенсионного домой все сделала сегодня опять пришлось понервничать в три часа ночи на конечно посмотрела уже днем думаю дай-ка я перед тем какие пенсионные загляну свой личный кабинет потом сообщение мне пришло в три часа ночи вам заявление отказано расстроилась готова была рвать и метать но думаю ладно все равно пойду раз уж я записана пойду схожу все правильно сделала хорошо что пошла быстренько мы там заявление это переписали все через личный кабинет пока специалист ксерокопировала мою трудовую книжку я быстро-быстро заполнил основа заявление сфотографировала отправила она тут же зарегистрировала в общем ушло на это все 10 минут далее мы с ней беседовали она сказала по новому законодательству вы так как проживаете и работали все время в костамукши и в калевале это районы приравненные к крайнему северу и у вас один ребенок вы на пенсии пойдете в 55 лет задала вопросы про баллы она готовы насчет баллов не переживайте она готова с действительно их сейчас очень мало но у вас еще не был сделан перерасчет она говорит перерасчет сделается за тот период до 2002 года сколько вы работали потом прибавится полтора года я говорю веке меньше полтора года по уходу за ребенком я бы таки раньше садик доченьку отдала пошла работать уже в год и месяц она ведь все равно полтора года зачтется она для людей вот такого возраста как вы крайне крайне редко не хватает не хватает вот этих баллов она это наверное один процент из ста не знаю я может в этот один процент из ста не попаду в общем успокоила меня сказала ничего вам покупать не надо ждем 55 лет но вам нужно доработать вот пока без перерасчета вот этого потерянного пятнадцатого года три года если вот сейчас 30 дней будут рассматривать мое заявление по поводу вот потерянного этого пятнадцатого года если они выявят действительно там ошибку и пересчитают еще то тогда нужно вам отработать два года она гонова вот когда придет письмо вы будете все видеть так что вот такие дела сегодня ребят очень очень ледяной холодный ветер а на улице сейчас минус 6 пасмурно и без солнышка как вы видите все иду домой вроде как немножко успокоилась пойду диму надо собирать на работу вот так всех целую и всем желаю прекрасного настроения дистанция у нас тут непонятно я думаю что наверно 16 пробежали мы 81 минуту 20 секунд и зажгли я думаю 600 калорий время ребятушки без 10 и 8 сегодня у нас с вами вторник 28 марта если даже глазки красила когда пенсионный ходила занимаюсь сейчас три дня сегодня завтра послезавтра по вечерам потому что дима работают три дня в ночь днем он спит высыпается ну а когда он входит на работу то я встаю на тренажер и занимаюсь сегодня я большая молодец 81 минута 30 секунд я очень довольна шла слушала лекции ковалькова и они так знаете отвлекают такие интересные я ими заслушиваюсь и не обращаю внимание сколько я уже прошла так что вперед и только вперед будем ждать хороших результатов сейчас пойду помоюсь и на вечер выпью чашечку кефира сегодня у меня день такой знаете сумбурный я еду не снимала днем я где-то к часу дня до часу я пила теплую воду около часа дня я съела остатки кабачка у меня было три пластинки кабачка и выпила чашечку цикория с кусочком хлебца без сыра без всего чашечку цикория с молоком и и хлебец потом я пришла с пенсионного фонда опять попила водички съела один банан с кефиром и вот сейчас я выпью еще раз кефира сегодня как такового у меня ужина не было но я думаю будет завтра а впереди у меня сегодня еще вечерняя готовка надо приготовить чтобы диме завтра снова было все с собой свеженькая но сегодня я особо заморачиваться ребята не буду пожарим мяско кусочек с овощами которые я вот вчера поставила размораживаться опять же морковка лук и мяско и отварил гречку гречка очень полезный углевод так что в гречку я завтра тоже поем все всех целую и прекрасного вам вечера вторника а я ребята подумала и решила что приготовлю я сразу просто гречу с мясом 3 морковины 2 луковины сейчас мясо нарежу гречку промою и сейчас начнем готовить морковь с луком у нас уже пассируется это у нас ребята получится как будто бы плов только вместо риса греча мясо порезала меленько где-то получается кубик сантиметр на сантиметр лук стал уже мягеньким и я отправила мяско хорошенечко перемешала и пусть жарится поставила я еще варится на завтра яйцо она у меня меленькая меленькая ребята с 2 хорошенечко подумав я все-таки решила гречку сварить отдельно потому что мяско тут много можно просто добавить чего-нибудь и будет у нас как будто бы мяско с подливкой с каким-то соусом и гречка отдельно думаю так так будет лучше 9 вечера ребята все варится париться у меня а а я выпью чашечку кефира в наше мяско ребята я добавила все любимые вами приправы вот какие вам нравятся такие добавляйте и положила я две ложечки томатной пасты и в кефирчик я себе добавила одну чайную ложечку томатной пасты вот такой он красивый у нас получился кефир с томатной пастой томатная паста содержит намного больше микопена чем в обычном помидоре и это очень полезно 15 минут прошло ребята мяско наше жарится и я добавлю немного воды чтобы не подгорело и хорошенечко перемешаю убавлю огонь и пусть еще минут 30 наше мясо доготавливается будет нежное таять во рту греча ребята готова я ее ставила на 10 минут с момента закипания 10 минут и дальше я плиту выключила вот на ноль и теперь она у меня сама дальше дойдет гречка быстро готовится ну все ребятушки у меня почти все готово яйца отварились гречка готова мясо доготавливается дима с работы придет утром и будет что ему поесть всем желаю сладких снов спокойной вам ночи и крепкого крепкого здоровья доброе доброе утро среды ребята 7 часов утра и вот такая погода опять нас заметает снегом не как зима от нас не хочет уходить это просто караул какой-то самой ночи работают трактора мне окно открыто поэтому слышно очень хорошо и вот они чистят 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 без остановки ой кошмар у нас только вчера проехал трактор чистил дорогу сегодня но сегодня навряд ли будут чистить придомовые территории сейчас опять в приоритете конечно самые главные дороги и трасса но и пешеходки возможно людям почистят ой кошмар на улице у нас минус сегодня 7 градусов вот такая погодка на целые сутки снегопад до завтрашнего дня включительно 30 минут я с утра пробежала 224 калории дистанция на 6 запыхалась ребят пробежала 30 минут потому что решила разделить 30 минут с утра пока дима на работе и остальное пробегу вечерком вроде что там у нас снег идет снег так и идет сейчас покажу уже поменьше даже пытается солнышко выглянуть из-за туч так что будем ждать улучшения погоды уж хотелось бы ворон раскаркались сходила я ребятушки в душ и присела с вами поболтать налила себе водички после физической нагрузки у меня от повязки тут еще полоска на 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 лбу конечно же очень не до конца пришла в себя одел такую старенькую льняную футболочку на такая тоненькая дышащая мне очень нравится по дому дней ходить ребятушки хотела продолжить тему пора пенсионный фонд как я сходила что мне сказали в общем мое заявление сейчас на рассмотрении по поводу утерянного пятнадцатого года и специалист сказала что пенсионный фонд берет на себя такую ответственность что он может в рассмотрении отказать я говорю на каком основании она гадну вам придет письмо в общем буду ждать с нетерпением что и как и вчера разгорелась такая небольшая баталия в последнем во вчерашнем моем видео аня предложила что лена вы можете найти пожилого человека которому за 80 лет и оформить через пенсионный фонд за ним опеку ну обслуживание и конечно не дописала что можно и не в своем городе я ребятушки на сто процентов уверена что аня это делала не излома не из злого умысла ни о чем человек не думал и я очень была поражена что написали что это какие-то очень мошеннические схемы я я думаю что это чистая случайность конечно же вариант ухаживать за пожилым человеком не в своем городе я не рассматриваю я вчера задалась этим вопросом мне просто стало очень интересно и я зашла просто в нашу городскую группу и вы знаете я удивлена была чем что очень много людей разыскивают няню для своих престарелых родителей у кого-то после инсульта у кого-то еще после какого-то заболевания кто-то самостоятельный кто-то вообще лежачий и я вот думаю что наверно можно договориться но как получается договариваешься ты вначале с родственниками если они идут на встречу что все это будет официально они просто вот я буду приходить они мне будут платить деньги пишется заявление в пенсионный фонд и с моей заработной платы идут отчисления на пенсию а мне за это идет стаж я думаю наверное кто-то да согласится такой вариант в принципе рассмотреть можно и нашем городе еще раз повторюсь много людей ищут помощников кто-то прямо с проживанием кто-то просто на целый день кто-то в определенные дни в общем оказывается многим людям нужна помощь это первый вариант второй вариант я вчера рассматривала детские сады воспитателем я ребята идти уже не хочу все-таки это огромная ответственность рассматривала варианты помощника воспитателя все-таки уже и возраст и зрение и надо писать планы и занятия проводить хотя сейчас у помощника воспитателя очень много обязанностей я вчера прочитала и удивилась точно также и на занятиях надо присутствовать и на прогулках надо присутствовать если куда-то экскурсия идет тогда вместе с воспитателем в общем везде-везде присутствует помощник воспитателя но все равно это мне кажется полегче и нашла я одну вакансию на данный момент не знаю еще заняты или нет я смотрела вчера на службу в службе занятости на сайте службе занятости и вот там одна вакансия есть временно на время декретного отпуска также еще рассматриваю варианты и но пока вообще нет санитар очкой бы я пошла в поликлинику или в больницу продавцом наверное это тоже ребята залезает на свою когтеточку продавцом наверное тоже бы уже не пошла все-таки тоже нужна внимательность нужно хорошее зрение с кассой я работать могу с людьми у меня вообще замечательно всегда как бы с посетителями у меня всегда была отличная взаимосвязь в этом я не сомневаюсь я вот только боюсь ошибиться боюсь сделать недостачу вот в этом плане ну и даже не знаю куда еще общем пока рассматриваю варианты дима конечно у меня против он говорит я лучше буду платить эти семь с половиной тысяч каждый месяц только сиди пожалуйста дома и в год мы будем покупать по два балла но я понимаю что для семьи это будет вообще еще тогда тяжелее если еще минус 7 с половиной тысяч от бюджета плюс коммуналка плюс все остальное но в общем дима конечно не хочет не хочет он уже так привык он говорит я вообще не представляю как ты будешь работать но он просто вспоминает как было у нас раньше то у меня давление под 180 то я там на улице с работы иду где-то упала то еще что то в общем весело было особенно последний в последние год годы ну вот в общем так посмотрим как будет я пытаюсь с ним найти какой-то диалог что-то попроще но видите попроще тоже если ты работаешь на пол ставки они на полную ставку стаж не идет как-то так мне она объяснила но в общем сейчас я жду вот этой справки с пенсионного фонда что-то что ответят и оттуда уже будем плясать на пенсию специалист не сказала если у вас будет 20 лет стажа и 30 баллов вы пойдете в 55 лет но если вы будете работать и на вашем предприятии вы попадаете под сокращение то вы можете предоставить бумаги и выходить на пенсию в 53 года это при условии если у меня будет стаж и баллы вот такие ребята дела еще расскажу что специалист была очень удивлена что у меня так мало баллов и она сказала скорее всего вам еще не сделали перерасчет но утверждать сто процентов она этого не может она это все будет видно только при начислении пенсии при достижении пенсионного возраста а так как еще семь лет мне семь с половиной то ничего она сказать не может вот это очень плохо хотелось бы точно знать сколько же баллов она год вам скорее всего до 2002 года не делали перерасчет и не включили полтора года за по уходу за ребенком а если бы было двое детей то тогда бы я могла претендовать на пенсию в 50 лет так что у кого двое детей хорошо все-таки на пять лет сразу меньше так что девочки у кого двое детей вы выйдете на пенсию пораньше все на этом на этот момент у меня пока все новости сегодня видите погода такая не знаю если снег будет помельче идти может пойду погуляю но время покажет в общем все дела у меня сделаны вечером когда дима уйдет на работу мне надо только пропылесосить полы а то уже ножки на шерсть собралась но и до заниматься свои ну хотя бы часик еще все ребятушки всех целую всех обнимаю всем желаю крепкого крепкого здоровья будем с вами жить дружно на моем канале никакой махинации не происходит все дают советы я думаю от чистого сердца хотят помочь посоветовать что-то всем вашим комментариям я очень рада пишите пожалуйста поправляйте если где-то нужно задавайте вопросы подписывайтесь на мой канал я буду очень рада от меня вам теплое при теплое ребятушки сердечко и всем пока пока мы с вами обязательно увидимся время ребята 12 30 я совсем забыла что надо сфотографировать завтрак в общем на завтрак у меня была чашечка цикория с молоком и два бутербродика один бутерброд с яйцом и рыбкой а второй бутерброд с яйцом был и сыром всем приятного аппетита и сегодня у нас с вами среда 29 марта